Иногда говорят, отсутствие назревших насущных изменений гарантирует измену просто от отчаяния. Это касается самых разных сфер общественной жизни. Ну вот, например, такая тема, как YouTube. Абсолютно русофобский, абсолютно враждебный нам. Цензура в YouTube чудовищна. Она уступает только цензуре в Рутьюбе. Но, правда, Рутьюб не сносит целыми каналами просто потому, что мало кто может им пользоваться. И в нашей стране с весны бегают по всей стране специалисты, которые в свое время сделали видеохостинг, который по качеству превышал YouTube, у которого высокое качество, HD, появилось на полгода раньше, чем у YouTube. Но поскольку мощности были совсем-совсем не те, и капиталам российским это было тогда вообще неинтересно, ну, видеохостинг загнулся. Специалисты остались, занялись другими делами. А сейчас, когда России по заре снушен свой собственный вияхостинг, специалисты, которые могут это сделать за 4 месяца на абсолютно современном уровне, со всеми наворотами YouTube, включая реальную монетизацию, а не по 100 рублей в месяц, как у Рутьюба, и включая реальную рекламную систему, а не доплаты из некоторого центра внешнего, люди с апреля месяца бегают по всей стране и ищут инвестиции, потому что на то, чтобы развернуть за 4 месяца видеохостинг со всеми-всеми-всеми, как это модно говорить, прибамбасами, на это даже по сегодняшним ценам, после лютого скачка цен на все, нужно чуть больше 100 миллионов рублей. Для таких масштабов это инвестиции небольшие. И они готовы отдавать контрольный пакет, они готовы отдавать контроль, они хотят сделать дело, которое категорически необходимо стране. А им отвечают, наш бизнес им говорит, ребят, ну понимаете, что это политическая тема, и что бы мы у вас не сделали, завтра придут представители одичалой бюрократии и поломают все просто потому, что они ведут себя как слоны в посудной лавке. А послезавтра придут олигархи, которые скажут, а вы знаете, а мы как бы, мы дружны с Западом, у нас все активы на Западе, мы не хотим, чтобы нам прищемили хвост на Западе, поэтому мы уничтожим вас здесь руками своих прикормленных чиновников. А третье, третье, говорят представители государства, а зачем нам что-то еще? У нас же есть Рутьюб. И когда люди объясняют, профессионалы, что Рутьюб мертв не потому, что у кого-то руки растут из ушей, а потому, что им там нужно менять самое главное и самое дорогое, программный движок, на котором все это пишется, потому что он мертвый, он устарелый, он не подлежит модернизации, следует ответ, простите, у нас есть люди, у нас есть проект, второго проекта у нас не будет. И некоторые особо умные еще расшифровывают. Вы не понимаете, деньги на видеохостинг пилятся здесь, и поэтому никакого другого места, чтобы не возникла конкуренция, распилу не появится. А если вы хотите сделать, ну, сделайте где-нибудь в арабских странах, сделайте где-нибудь там, где людям нужно дело, а не распил бабла. Но это же не Россия, говорят энтузиастам, с апреля месяца. Они бегают до сих пор. Но когда появится какой-нибудь исламский YouTube, какой-нибудь украинский видеохостинг, какой-нибудь, может быть, индуистский или европейский, не обижайтесь. Потому что этих людей чморят и гробят здесь. И насколько хватит их патриотизма, я не знаю. Отсутствие изменений, которые назрели, представляются мне надежной гарантией измены. Может быть, это и нужно заметной части по-прежнему одичалых и по-прежнему строителей блатного феодализма, которые сейчас все как один переродились в турбопатриотов и продолжают уничтожать Россию уже под патриотическими лозунгами. Субтитры создавал DimaTorzok